У нас новое видео по ETS 2. Сегодня у нас рейс по карте Кировской области на версию 1.50. Это у нас новая версия карты 1.6. Сегодня более подробно расскажу, как обычно. Сегодня мы едем на Mercedes Actros MP3. Очень давно не ездил на этом грузовике. Почему бы не прокатиться? Сейчас, кстати, заметил, у нас тут время добавили на телефоне. Прикольно. Такой вот салончик скромненький подсобрал и по маршруту. Поедем мы из Кирова. Здесь у нас, конечно, тоже были небольшие изменения в этой версии. Поедем по новому направлению. Это у нас с Кирова на Уржум. У нас вот этой вот трассы не было. Здесь у нас ПГТ Суна, здесь у нас Налинск. Много всего интересного. В Кирово-Чепецке, кстати, здесь добавилась новая локация. В принципе, посмотрим. Возможно, заедем туда. Ну и давайте будем выдвигаться в путь. Ехать нам как бы немного, но все-таки. Хочется сказать большое спасибо автору Кировской области, карты Кировской области Алексею СВ-43 и как бы автору... Так, чуть, чуть заехал. И параллельно автору YouTube канала Негабаритный канал. Вот, небольшая тавтология такая. Я тут на эмоциях начал аж заговариваться. Спасибо ему большое, что в очередной раз предоставляет перед релизом официальным новую версию Кировской области. Это, конечно, очень-очень приятно. Так, ну и мы здесь не спеша выбираемся. Много зелени. Красиво, замечательно. Да, очень прикольно. Мне эта локация очень нравится. Здесь вот типичный промышленный райончик какого-то обычного российского города. То есть тут как бы ничего такого необычного в то же время, но и есть какая-то своя вот атмосфера. Этого здесь не отнять. Вот, у нас, как я уже сказал, добавилось, по сути, два новых населенных пункта. Добавилось новое направление. Множество там всяких изменений. Там, в том числе и в Кирово-Чепецке новые локации. В городе Кирове были перестроены некоторые базы. Вот. Так, у нас что по Кирову? Был обновлен советский тракт промзона. Район улицы Коммунальной. Весь район домотехники. Круговое движение на советском тракте. Поворот на Чепецк. Вот. Новые локации у нас улица Шорса. Путепровод по улице Производственной. И новая база ТРЦ Время Простора. Вот так вот я зачитал. Если кто-то есть из Кирова, возможно, там, Кировской области, кто бывает вообще в этом городе, то можете, я думаю, узнать какие-то новые локации, в которых вы бывали в реальной жизни. Ну и обязательно пишите, насколько все похоже или не похоже. Но, как я обычно говорю, карта Кировской области, это одна из тех, где я не сомневаюсь вообще за похожесть. Потому что тут все делается, на самом деле, очень-очень качественно. Действительно, вот, всегда пишут, что очень похоже. Кстати, интересная такая заправка или СТОшка, что это было. А, нет, это была камера для обзора. Можно было посмотреть видосик небольшой. Так, что-то я тут разогнался. Ну, а сейчас, я думаю, что вот мы на выезде из Кирова. Здесь такая вот замечательная стела. Мы можем наблюдать. Очень, кстати, красивая. И, да, можно было не перестраиваться. Ну, ладно, здесь пост ДПС. Все как положено. СТОшка. Точнее, автосалон. СКАНИЯ. Так, ну, давайте перестраиваемся все-таки. Я вам все-таки расскажу, как можно поиграть на данной карте. Чтобы ее скачать, для начала вам нужно зайти в группу ВКонтакте. Киров Мап. Ссылка будет в описании. Так, у нас с тенями какие-то косички произошли. Непонятно, что это было. Ну, бывает. Как бы еще релиза нету. Это предрелизная версия. Тут могут быть такие косяки. Я думаю, что авторы исправят обязательно. Вот. Что я хочу, собственно, сказать. Стоить данная карта будет 100 рублей, либо 1,5 евро. Цена абсолютно символичная. Дата выхода 19 мая. Сегодня, вот, когда я записываю это видео, 18 мая. То есть, по плану, вот, завтра должна выйти эта карта. Я не знаю, когда я выпущу это видео. Возможно, как раз вот утром 19-го я это видео и выпущу. Вот. Поэтому, как-то так. Сейчас мы двигаемся по такой замечательной трассе. Красивенько. Автобус нас облетел просто как стоячих. Мы вот где-то 80-85 едем. Он полетел, судя по всему, 90. Да, с тенями какие-то нюансы есть. Возможно, это еще у меня комп шалит. Потому что в последнее время стал замечать, что не на полную ведюха начал работать. Надо поменять термопасту. В общем, да. Надо немного с компом, с ноутбуком, точнее, разобраться. По оптимизации, если честно, мое почтение. Вот для 1,50 это у нас обновленная графика. Но мое почтение. Потому что, вот, посмотрите, сейчас все выглядит очень красиво. И по оптимизации вопросов вообще нет. Автору большой респект, что вот смог он добиться нормальной оптимизации. Это очень-очень замечательно. Так. Где мы тут едем? Мы только подъезжаем к Кирово-Чепецку. Вроде как бы едем и в темпе, но... Продвигаемся и не сильно-таки быстро. Доказания там что-то 480, что ли, километров. Кстати, да, Кировмап абсолютно замечательно стыкуется с другими модовыми картами. Вы можете подключить как просто, вот как сейчас у меня подключено Кировмап без ничего. Так и с какими-то другими модовыми картами. Та же карта Сибири, та же Волгомап. Что у нас там еще есть? Ну и другие, в общем, проекты, карта Алтая. Со всем этим абсолютно без проблем работает. Я уже очень много раз катался с такими сборками. Вообще проблем с Кировмап никаких нет. Это замечательно. Я считаю, что вот такой вот формат мода самый-самый перспективный. Это дефолтный масштаб 1 к 19, по-моему, у нас обычный игровой масштаб. Чтобы можно было подсоединяться с другими модовыми картами. Вот, потому что есть проекты, которые делают там в масштабе 1 к 1, 1 к 3. Это вот карта Чуваши, да. Из недавнего было видео на канале. Можете посмотреть где-то несколько... Ну, недели 2-3 назад. Вот. И... В общем, да. Проехались мы тогда по той замечательной карте. Да, все очень красиво, качественно. Я тогда заценил. Там были очень интересные атмосферные локации. Но я максимально не понимаю формата карты 1 к... Ну, точнее, вот, которые не подсоединяются к остальным модам. Вот. Я очень-очень слабо представляю, чтобы вот кто-то прям играл на таких картах. Потому что, ну... Это нужен отдельный профиль. Это... Довольно... Так. Тут, конечно, опасно. Тут довольно ограниченный километраж у человека получается. В ситуации же с Кировмап. Вы можете кататься по Европе. Потом переместиться сюда. Покататься здесь. У вас один профиль. Никаких проблем. В целом, вот, объективно, если так говорить, то я считаю, что наш игровой масштаб, он вообще беспроблемный. Такие, кстати, очень красивые беседки, туалеты. Замечательно. Быстреца река. Такая небольшая. Вот. Вообще, если честно, не вижу проблемы в этом масштабе. То есть, вполне себе можно в него уместить много всего, чтобы локации были узнаваемые. Но и в то же время маршруты не занимали слишком много времени. И само картостроение не становилось слишком сложным. То есть, когда ты едешь по карте в масштабе 1 к 19, у тебя очень большая насыщенность объектов. То есть, ты едешь, у тебя прям куча всего, там, много населенных пунктов, какие-то памятники. Потому что, ну, все знаковые объекты нужно уместить в минимальные километра, скажем так. То есть, в 19 раз нужно ужать все расстояния, но в то же время, чтобы это все было похоже на то, что есть в реальной жизни. На самом деле, это очень сложно для мододела. Строить карту 1 к 1 легче, в плане, что с масштабом думать вообще не нужно. Вот. Но, если честно, 1 к 1, я даже не помню, какие у нас были проекты, кроме Сорова России. Вот, действительно, масштабные. Никто, по-моему, особо такое не делает. Были у нас 1 к 3, та же карта Сибири. Это первая версия, если кто-то помнит, это уже очень давно было. Это было еще 1.30, по-моему, версия, что-то такое. Да, вот тогда давайте повернем налево. Посмотрите, какая здесь красота. Очень красиво, очень красиво. Тут у нас грунтовочка. Давайте заедем обязательно. Мы не можем такое пропустить. Да, чувствуется, что это вот именно поселок городского типа. Классные звуки, кстати. Прям, да, прям такой песочек. Не, ну тут классно. Тут действительно классно. У нас тут гараж находится, можно прикупить. Там у нас компания. А там у нас тоже компания. Так, ну давайте мы тут, наверное, будем разворачиваться. Да, немного по траве проедемся. Но нужно немного все-таки и практиковаться ездой задом на грузовике. Не забывать, как это делается. Так, вот так вот без проблем тут разворачивались. Ну да, классно, атмосферно. Вообще вопросов нет. Звуки в 1.50 явно были улучшены. Прям ощущается. Классно. Так, у нас поселок городского типа Суна. Если кто-то есть отсюда, то обязательно пишите в комментариях. Здесь у нас очень красивый храм на заднем фоне остается. Причем, скорее всего, какой-то исторический. Потому что выглядит он действительно как будто он был построен, возведен уже очень давно. Но поселок совсем небольшой. Хотя... Вот я даже не заметил, есть тут какие-то вообще компании или нет. А, ну компании есть, да. Мы же туда заезжали. Они как бы находятся за поселком. Там какая-то ферма. Плюс еще какая-то ферма. В общем, прикольно. Ну а сейчас выезжаем на трассу. И двигаемся к следующему населенному пункту. И в целом двигаемся, я так понимаю, в направлении Казани. Так, у нас Налинск. Налинск вот так вот быстро. Давайте посмотрим, что в этом городке можно наблюдать. Там тоже у нас СТО. Это уже, кстати, город. Это уже не поселок городского типа. То есть население тут явно-явно побольше. Опасные довольно-таки повороты. Зимой могут быть такие повороты очень даже коварными. Ну, на самом деле, тут даже нет особо смысла. Вот сам Налинск 3 километра, да. Особо нет смысла нам по прямой ехать. Там ничего как бы такого нету. Давайте просто вот так вот сдалека посмотрим. Там у нас промышленное какое-то здание. Соответственно, какое-то предприятие. Ну, прикольно. Атмосферно. Вот. Я не вижу смысла, на самом деле, все такие моменты вам показывать, чтобы вот у вас был интерес прокатиться самому. То есть я все-таки за такой формат. В бесплатном доступе эта версия тоже будет, но позже. Как это, в принципе, и всегда у карты Кировской области, у Алексея. То есть все, как мне кажется, очень демократично, очень даже честно. ДЭП. Тоже какое-то предприятие. Что у нас тут? Слесозаготовка, я думаю, да. Что-то связанное. И ферма какая-то. Так. За нами ехали ДПСники, еще успели оштрафовать. Ну, ладно. Так, налево какой-то поворот был. Я не посмотрел. Есть у нас, кстати, скрытая локация на карте. Но, если честно, вот мы ехали в некоторых местах. Она могла быть, но я, если честно, даже так сильно ее и не искал. Река Вятка. Очень широкая, очень большая. По масштабам это вот как на Росмаппе, наверное, Волга, наверное, вот таких же размеров, но Росмаппе сделан. Тут такая вот замечательная Стелла. И мы уже на финишной прямой к городу Уржун. Сейчас мы здесь разгрузимся. Такой вот у нас чисто... Ну да, ну да, конечно, конечно, конечно. Надо обязательно оштрафовать. Ну ладно, давайте будем ехать не спеша. Где-то вот 65-70. Пусть нас обгоняют. Товарищи ДПСники. А мы пока заедем в этот замечательный населенный пункт. Мы здесь были, но заезжали с другой стороны, получается. Сейчас у нас смотрим на немного новое направление. Да, вот такая вот красивая Стелла на спуске. Ну прям очень классно. Так, ДПСники едут за нами. Поэтому разгоняться сильно не за так. В общем, нет. Ну да, конечно. Обязательно. Я же должен вообще в пол нажать вот сразу. Ехал 70, нажал сразу 40. Да, ДПСники здесь бесщадные. Тем временем мы подъезжаем. В уржуме мы были. Кстати, можете посмотреть наши предыдущие видео по этой карте. Посмотреть на другие наши поездки. Видео было несколько. Так, ну а пока давайте-ка здесь сбоку встанем. Начинает уже темнеть. Такой вот у нас красивенький Мерседес. Кстати, сцепка у нас получилась довольно-таки классная. На сегодня будем завершать это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях. Ссылочка на карту будет в описании. На сегодня у меня все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok